Семьдесят вторая отдельная бригада Широбоков Руслан Сергеевич, 1999 года рождения, 1 мая. Я Широбоков Руслан Сергеевич, 1999 года рождения. Я мобилизованный, служу в семьдесят второй бригаде. Приехал сюда в сентябре. Нас отправили сначала под Херсон, стояли там. Когда я увидел всю войну, мы приезжали, поменяли направление, я сбежал с поезда. На поезде меня поймали. Вернули обратно, посадили, вернули в часть. В части, в которой я был, нас отправили как пушечное мясо санитара, даже не танкистов, а санитаров. Просто садят в танк и отправляют на передок пушечное мясо разминировать. Без быка просто танки пускают пушечное мясо. В подразделении народ сбегает. Что в нашем подразделении народ сбегает, что в соседних подразделениях народ убегает. Просто никому не нужна эта война. Народ убегает, и сами задумайтесь, куда вы идете. Здесь нет нацистов. Здесь все люди как люди. Здесь обычные какие-то люди, как и мы. Это не украинские оккупанты, это Россия оккупанты. Никогда не советую вам сюда попадать. Представьтесь, пожалуйста. Широбоков Руслан Сергеевич. Широбоков Руслан Сергеевич. Да. Дата рождения? 01.05.999. 99. Сколько вам полных лет? 23. 23. Город рождения? Пермский край, Иловский район, села Илова. Вы мобилизованный? Ну, как бы подписал контракт краткосрочный. Когда? 5 сентября. А до этого вы служили? Ну, срочную службу. Пришли вы, вам повестку дали? Нет, да. Ну, как бы должны были дать, но я пришел заранее. А что вы пришли заранее? Патриот? Нет. На хрена туда? Ну, пугали там, дюрьма, дюрьма. Кто пугал? Ну, вообще, говорили, что до 15 лет, нет, не до 15, от 7, до скольких лет могут посадить. И вы, чтобы не пойти и не сесть в тюрьму, пошли сами сдались? Ну, пошел воинкоманда. Но повестки уже приходили по нашему силу. Так еще же мобилизацию не объявили? Уже была. Уже приходили повестки. То есть, царь ваш еще не подписал указ про мобилизацию, но уже людей собирали? Повестки приходили уже, да. Броник какой был? Не был. И как было обеспечение, да, не всем просто достались. Не хватило? Да. Вам хватило? Угу. И вот, когда переезжали, получается, в Христанскую область, была остановка долгая у Джанкуая. Угу. Там тоже народ как бы ушел. Я вместе с ними. Кто вас поймал? Комментатур. Вы санитар, вас посадили в танк? Да, за командиром. Командиром танка? Да. Вы были хоть раз? Нет. В танке? Командиром танка не вообще. А до этого в танке ездили? Ну, да, танки так, ну, прокатиться. Интересно все равно. Ехали, бах, все, раз танк остановился. Ну, получается, с танка выпрыгнули. Везде все взрывается вообще. Пополз в сторону, ну, по посадке. Там уже в окопе, ну, кричат, ну, стой, стой. Я встал, ну, я на карачках полз. Он говорит, руки вверх, я показал ему руки, он говорит, ползи сюда. Я, ну, ползу, все, ну, я когда уже сополз туда, они далее, получается, ну, накрыли одеялом, и все, вот так я и сидел. Ну, как бы я сразу понимали, что, ну, на смерть. Вы понимали, когда вас отправили ехать? А как вы, вы говорили между собой-то? Ну, как бы уже когда ехали туда, нам вообще сказали, вот, вы только заедете, вот так вот круг сделаете, и вы едете обратно, все. Батвас, говорит, вы все, больше ничего не нужно. Женевские конвенции гуманитарного права международного. Вы возвращаетесь живыми, здоровыми. И... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...